еще раз добрый вечер дорогие друзья наш обзор продолжается и я вам показываю дальше всю нашу красоту всю нашу ослепительную красоту и так бергамоты великолепные классные прекрасный дальше есть у нас растения которые стоят под лампами стоят они ну можно сказать и тесно но с другой стороны нет мы перепроверяем почему потому что мы видим эффект эффект просто сногсшибательный значит коротко расскажу о проведенном опыте мы ставили растения под эти лампы но высота между лампой и самой крайней веткой растения была где-то порядка 30 40 то и 50 сантиметров за это время что произошло растение дали прирост и обратите внимание на пусть они дали прирост многие из них зацвели даже те растения которые стояли здесь внизу очень много смотрите помните вот этот вот он был лысый прям вообще лысый посмотрите какой сейчас зеленый это вот буквально то что происходило вот за это время мы сейчас приподняли растение выше смотрите как оброс и как весь весь просто вот весь усыпан бутонами эврика пинк это не все помните вот стояли лысые все лысые смотрите те которые полу лысый куча приростов специально вот смотрите то есть он сбросил сушил все ветки вот смотрите побудил почки вот что значит ламп дальше стоял лысый инжир мы специально поставили под лампу вот далее и вот эврика она вся она вся в бутонах она вся в приростах и так далее много уже что кстати сказать купили то что стояла на полках лимон мира тоже самое весь бутонах я ждала эффект от юзы я хотела увидеть посмотреть чтобы как-то ее стимулировать на цветение но пока вот только-только она пробудилась для того чтобы вот давать приросты ей нужно время это говорит о чем она тугодумка она медленно растет видите вот только-только начинается вот они появляться прирости там вот приросты только-только начинается спустя месяц под этими лампами то есть она медленно растет точно так же как и чинуто вот вот это сделанный вывод берите на вооружение дальше мы поставили под лампы условно варикатные цитрусы почему называю условно я знаю сто процентов что тинтере это действительно варикатные сорта и там я это в это верю я знаю но мы не видим визуально варикатности листвы ну вот не видим что у нас произошло за этот период опять же если мы сравниваем вот смотрите рукобуды варикатная то же самое на вот они стоят здесь мы выбрали самый такой худощавый поставили под лампы за этот период смотрите сколько приростов под лампой помните вот стояли у нас перета цитроны перета вот они то есть они тоже начали пробуждать и давать приросты лайм варикатный смотрите он весь усыпан приростами прям весь усыпан помните вам говорила фрутороза варикатные сейчас я с другой стороны потом подойду может даже другом виде еще раз покажу вот он сколько дал и вот там вот бутоны смотрите сколько дал он сейчас сколько дал он приростов ему бутоны то есть они все в приростах все в приростах что касается варикатности явный варикатности я не увидела но смотрите внимательно еще раз говорю варикатность и это мутирующая элемент который может явно не пробуждаться вот смотрите это лайм варикатный видите у него да и прирост они не варикатную зеленый видите они зеленый хотя он сам по себе или на концах видите на кончиках идет в реках то есть вот нет такой вот видите вот если посмотреть вот ярко вырежен выражены в рекахности и и нет на молодых приростах то есть в чем еще может отличаться варикатные сорта и вот здесь видите у перед но явно зеленые листья идут но они отличаются от обычных приростов если мы внимательно посмотрим у них перламутровая какая-то вот окраска как перламутр идет и этот перламутр я наблюдаю и вот на этих приростах этих растений такое ощущение как все равно есть какая-то окантовка поэтому я не буду еще делать выводы я еще посмотрю еще понаблюдаю но вот у меня ощущение что есть потому что вот по краям вот смотрите вот здесь вот по краям есть окантовка как у варикатных если мы вот возьмем посмотрим у всех это все видно всех сортов которые должны быть это что касается варикатности то есть опыт еще не закончен мы просто эти экземпляры поставили ближе к свету выше то есть совсем коротком стало расстояние между лампами растениями и будем наблюдать дальше поставили микроцитрусы потому что микроцитрусы тоже тугодумы они долго думают долго стоят тоже моего поставили на эксперимент микроцитрус роса микроцитрус бьянка чтобы это уже было достоверно и четко дальше вот таких лысиков полулысиков поставили поставили другие растения здесь у нас были растения которые покидали листья может быть многие там назовут это кладбище но я специально это показываю можете меня поливать дальше грязью как хотите я это показываю для тех кому это нужно и важно вот смотрите почему я говорю я никогда не выкидываю растение если она вдруг по какой-то причине сушит ветку все борюсь оставлю его под лампу и жду я дождалась хотя вот эти все ветки и она была все черным вот пожалуйста вам пример я дождалась вот здесь то же самое будет и здесь будет то же самое потому что вот здесь вот зеленая почка и там будет то же самое да для кого-то это кладбище мертвых растений но не для меня потому что у меня есть результаты я специально целенаправленно это показываю потому что моя задача не только красоту вам показывать но и показать что всегда нужно да все совершают ошибки у всех абсолютно не важно где вы выращиваете растения в питомнике вы выращиваете растения у себя на балконе в квартире либо у вас оранжерея всегда всегда вот не бывает такой то живой организм всегда будет какой-нибудь пока погибший экземпляр по какой причине да их может быть миллион разных причин почему суть не в этом суть том чтобы нужно смотреть выискивать причину понимать и бороться вот когда борешься растение всегда дает и показывает свою реакцию конечно же очень приятно когда она положительная поэтому мы свято верим моро мы поставили выше потому что у меня была задача я хотела заставить зацвести моро и вот один поставил бригамот не зацвели да они пробудили почки то они пошли в рост но вот я жду я жду что вот они сейчас должны цвести потому что буквально когда позавчера мы а вот смотрите я думаю что очень скоро он очень цвести вот но я это все буду показывать моя цель эксперимента как быстро это все происходит и все это буду рассказывать для тех кому это нужно здесь мы сейчас ближе поставили к лампам и теперь наблюдаем это прошло где-то два дня наверное с тех пор время мало поэтому еще судить рано но тем не менее мы наблюдаем за всеми процессами будем рассказывать это то что я вам обещала когда говорила про опыт и что еще какие моменты важные то же самое я поставила чинота для сюда для того чтобы добиться цветения но поскольку расстояние между растением и лампы было велико пока результата не было соответственно сейчас мы видоизменили положение и ждем следующих результатов и смотрим в чем еще есть один небольшой минус то что вот всегда происходит так когда при близком соприкосновении лампы и растения иногда происходит ожоги листа вот не убирала специально вот показать вам вот это вот возможно даже не хорошо я сделала но специально вам показать что из-за того что вот да это круто когда есть прирост и когда все замечательно все классно но если вдруг идет близко соприкосновение с лампой вы получите другой эффект вы сожжете листья поэтому тут тоже надо быть аккуратными это что касается нашего эксперимента который я вам обещала рассказать показать это коротко так коротко коротко это первая часть нашего эксперимента которая по сути наверно на половину выполнила задачи задачи были основные чтобы растения пошли в рост они пошли вы видите сколько приростов пробудились дальше вторая была задача поставлена нужно было чтобы растения которые у нас были поставлены под лампу вот те самые которые вам показывала да которые стали погибать вы увидели что они просыпаются они пробуждаются они дают пробуждают почки они не погибли это тоже результат который общем то мы ждали а вторая задача была это добиться цветения цветение мы пока не добились поэтому у нас вторая часть опыта и уже через я думаю что недели две а может быть раньше как только будут какие-то виды изменения мы сделаем еще дополнительный ролик расскажем что произошло за этот период под нашими лампами еще раз напоминаю эти лампы у нас тестовые они не для продажи в продаже их не будет будут лампы улучшенные более круче и они будут в феврале производственный процесс пока происходит нам обещали их привести в феврале феврале мы установим но я думаю что может быть пол месяца или месяца экспериментов то есть как только мы увидим результативные показатели мы их вам покажем то есть мы не будем голословным не будем никого говорить мы просто покажем эти лампы покажем их результат про них расскажем все их параметры полностью все что вы хотите мы про них расскажем и соответственно эти лампы будут запущены в производство для продажи поскольку мы будем являться дилерами этих ламп поэтому они у нас будут продаж но это я думаю что не раньше марта примерно вот такие сроки в общем-то быстренько вам рассказала показала что хочу сказать вот лампы которую на сверху лампы яркие мы добавили еще добавим как я уже говорила да есть приросты растения себя чувствуют замечательно великолепно вот вам показываю все хорошенькие все зелененькие все пушистенькие вот под лампами стоят те которые нам надо чтобы они были еще пушистей свои задачи они выполняют они дают прирост они зацветают смотрите какие красивые красавчики и все становится больше и пышнее вот они без ламп смотрите это без ламп они красотули есть еще раз повторяю что есть отдельно у нас полка которая предназначена для того чтобы мы проводили тест эти растения не продаются они у нас на на восстановление плюс еще раз говорю мы тестируем мы смотрим смотрим результаты даже опять же повторяю вот у нас вот эти вот экземпляры это стендере с ними все идеально не шикарные они прекрасны но мы их пока не продаем почему потому что мы смотрим на результат нам нужен результат то есть цветение у одного мужа добились мы ждем проявления хоть какой-либо брикатности может быть кому-то если вдруг захочется вот тот экземпляр который у нас зацвел ну если если сильно захотеть а вот ребята вот смотрите проявление видите края листьев видно край листа он с белой полоской вот вам пожалуйста проявление баррикатности мутации вот она поэтому можете со мной спорить как угодно помыла фрута роза вот вам он баррикатный все я даже спорить ни с кем не буду потому что вот как раз фильтр телефона как раз его видно вот такая вот красота и так я вам показала я вам рассказала вот эти экземпляры у нас стоит отдельно специально для опыта для тестирования а тут у нас и цветут и растут такие вот красавчики и так я с вами не прощаюсь я приглашаю вас в гости пишите спрашивайте всем отвечу всем расскажу и я продолжаю наше путешествие потому что еще про некоторые экземпляры я вам не рассказала оставайтесь с нами всегда всем рады здоровья и счастья вам